Добрый день, уважаемые коллеги, друзья! Мы рады приветствовать вас от лица коллектива кафедры урологии и андрологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова. Мы сейчас находимся в Первой Градской больнице и рады приветствовать вас на мастер-классе, посвященном уритериальным дням в Первой Градской. Этот мастер-класс проходит 1-2 декабря 2016 года. Идейным вдохновителем создания и проведения мастер-класса был наш заведующий Котов Сергей Войславич и ваш покорный слуга. Мы долго думали, в каком формате провести этот мастер-класс. Мы переживали, какое ли количество людей проявит интерес к данному мероприятию. И на удивление заметили, что очень большое количество людей и участников со всей России хотели приехать. К сожалению, всех отобрать мы не могли. Но география обширна. Те, кто приехал, это наши коллеги из-за рубежа, конкретно из Азербайджана, из Уфы, Санкт-Петербурга, Калуги, Владимира. География обширна и мы всех рады видеть. Первый день был насыщенный. Было две уретропластики. Первая уретропластика была посвященная и выполнена пациенту с рецидивной структурой. Выполнена анастоматическая пластика конец-конец. А вторая операция была аугментационная уретропластика операция Кадама. И под занавес операционного дня Сергей Войславич Котов прочитал лекцию, посвященную особенностям уретропластики. На мой взгляд, формат мастер-класса, именно проводимый в операционной, он крайне жизнеспособен и интересен. Почему? Потому что участники действия могут поассистировать эксперту в данной области и спросить о тонкостях и нюансах оперативной техники, о сроках удаления уретрального катетера и вообще о послеоперационном введении пациента. Я думаю, что формат этого мастер-класса крайне жизнеспособен и в следующем году мы проведем подобное мероприятие. Я думаю, что уже с большей лекционной составляющей и с большим количеством операционных дней возможных и операций. Сегодня также насыщенные операционные дни, три уретропластики. Первые две уже прошли, а сейчас Сергей Уславович заканчивает третью операцию. Опять же, спектр широк. Это и уретропластика без пересечения спонгиозного тела была выполнена с утра. В настоящее время закончилась операция анастоматического уретропластика, и сейчас аугменационный анастомоз. Я надеюсь, что данное мероприятие приживется, и мы на нашей кафедре возьмем проведение этого мероприятия на регулярную основу и в целом ежегодно. Продолжение следует...